Это поселок Восточный. Именно по нему вчера пришлись основные удары сил артиллерии украинских войск. Погибли трое мирных жизней. Все они были пенсионерами. Уничтожены несколько жилых строений. Идите в гробы заставать, и гробы сладите. Хорошие, работящие, добрые, очень хорошие были люди. Ни в чем не участвовали. Все мирные люди гибнут. У нас здесь очень много осталось. Очень. Погибли на пенсии, а она в нейростроительном техникуме, там рабовая дежурная. Бомбили вообще сильно? Очень сильно. Страшно, страшно. Очень сильно бомбили. Так страшно, что жить не хочется. А куда? Ну мне куда уезжать. Вот мама, 75 лет, с которой у меня 83 года. Что ж мы их бросим на погибель, бросим. Мы привыкли, что стреляют. Но казалось, что это очень страшно. Когда стреляли постоянно, постоянно в Семеновку, в Селезневку. Мимо пролетали с той стороны. Казалось, это уже страшно. Но сегодня ночью было это просто... Потом, когда увидели, что обстрел закончился, маму отодвинули через дверь. Мама лежит. Это было вообще... Самое главное, что у ней... Она могла остаться дома. И я так думаю, что выжила, потому что там только окна побелось. Побелось и все. А она решила, что в Котполе все же, может быть, надежда. Что с нами дальше будет? Я, честно говоря, даже не знаю. Хорошо, что у нас дети уехали отсюда. А если бы дети? Что с ними? Мы увидели около пяти, что лежит Володя, а потом и Олю. И настолько страшная рана у Оли, что ее разворотило сзади полностью просто. Это был, конечно, просто кошмар. Это долбанное правительство. Чтобы они приехали и один раз узнали, что это такое быть под обстрелом. Как-то в себя чувствуешь. Они все мирным путем. Где тот мирный путь, который они собираются. Что они вообще хотят от нас? Я не пойму. В городе нету людей. Ну, мало осталось людей. Если, например, погибает человек не возле дома, как сейчас, то он, получается, у нас неизвестный. Морг не работает, нету света. Сразу хороним. Поэтому много неизвестных. В среднем где-то пять. Мы их называем двухсотых в день. Из пяти двухсотых три известных, два неизвестных. Я занимаюсь только мирными. Ополченцами я не занимаюсь. Ну, мои сведения. Вот я вчера подумал, примерно, как вам сказать. Приблизительно идет один ополченец, пять гражданских погибших. Сейчас вот. Примерно. Ну, это, конечно, нельзя так говорить. Ну, соотношение. Да, примерно такое. Ну, вот не страшно сюда выезжать? Я себя уже похоронил. Раза три. Уже не страшно. Спасибо. Спасибо.